Позагорать на солнечных турецких пляжах у Елены Гребенниковой пока не получится. Она планировала отпуск на май, путевку забронировала заранее. Но из-за пандемии коронавируса во всем мире отдых пришлось отложить. А вот деньги так и не вернули. Самарское турагентство предложило перенести бронь на октябрь. Могли аннулировать и со стопроцентным штрафом. Но туроператор пошел навстречу. Я считаю, что это здорово, что они молодцы, что они нам перенесли путевку по той же стоимости, которая у нас была. Те, кто планировал путешествия в Китай, Италию, Корею, Иран, формально могут вернуть деньги. Но на практике возникнут сложности. Туристическая отрасль переживает не лучшие времена. Многие компании уже сейчас на грани банкротства. Но все же стоит написать заявление в турфирму о возврате средств. К требованию надо приложить копии паспортов, договоров на тур и платежные документы. Сложнее придется тем, кто летел в другие страны. Они могут надеяться только на частичный возврат денег. Потому что фирмы оплатят за счет туриста издержки, например, медицинскую страховку. Есть еще одно решение. Нужно объединить усилия туристам и туроператорам. И обратиться в фонд персональной ответственности, который компенсирует затраты. Необходимо написать письмо. И в связи с тем, что поездка не состоялась по непредвиденным обстоятельствам, денежные средства также будут возвращены. В течение шести месяцев туристы через туроператора направляют такие требования. И в течение двух месяцев, с момента поступления документов от туроператора, фонд персональной ответственности возвращает денежные средства туристам. Рынок туризма сейчас мертв. Всю отрасль придется восстанавливать заново. Если границы в ближайшее время откроют, то начнут работать 70% турфирм. А если начнется вторая волна пандемии, тогда при лучших раскладах меньше половины. Сотрудники самарских туристических компаний не отчаиваются. Говорят, не раз приходилось переживать кризис. Мы уже были, ну, скажем так, разыгрывали мини-сценарий того, что сейчас происходит. Да, у нас были границы закрыты с Турцией целый сезон. У нас был закрыт Египет в свое время тоже очень быстро. У нас была девальвация рубля в 2014 году и резкое сокращение количества туристов. Но рынок довольно-таки быстро отыгрывал и довольно-таки быстро восстанавливался. Самое выгодное решение ситуации абсолютно для всех, для операторов, для агентов и для туристов, это перенос тура на дальние даты. Это октябрь, ноябрь и так далее. Потому что для операторов и для агентов это понятно, чем выгодно. А для туристов в первую очередь выгоден курс, потому что курс заметно повысился за это время. Самарские сотрудники туристической отрасли надеются, что уже в августе страна возобновит авиасообщение и тогда возможно вырастет спрос, потому что август, сентябрь, октябрь и ноябрь – самое популярное время для отдыха. Туризм периодически переживает какие-то определенные кризисы. В этом году, к сожалению, он более масштабный. Но тем не менее в туризме работают очень оптимистично, позитивные люди, которых как бы судьба не била, они всегда воскреснут. Поэтому туризм, я считаю, хранить еще рано. Даже если он сейчас просядет очень серьезно, мы обязательно восстановимся. Рано или поздно все будем путешествовать. Минусы сейчас и внутренний туризм, и экскурсионная сфера. Раньше весной уже были раскуплены путевки в местные дома отдыха и турбазы. Сейчас же все пустует. Экскурсоводы сидят дома, стараются с пользой провести свободное время, разрабатывают новые проекты онлайн. У нас большие планы впереди, то есть даже если так случится, что карантин затянется чуть дольше, чем хотелось бы, чем планируется, то мы будем частично переходить в онлайн, чтобы и заработок был, и чтобы наши экскурсанты, которые спрашивают, когда же там вы на наших радарах появитесь, тоже сильно по нам не соскучились. Эксперты говорят, что после долгой самоизоляции туристы заскучают по тем впечатлениям, которые можно получить только во время путешествий. Поэтому спрос будет рождать предложение. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.